Европейский парламент одобрил компромиссный план, призванный ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли с Соединенными Штатами. Законодатели в Страсбурге договорились, что американские компании не смогут оспаривать в частных судах правила, установленные демократически избранными властями стран ЕС, как препятствующие товарообмену. Мы выбросили внесудебный арбитраж на свалку истории. Частным трибуналом не место в коммерческом соглашении между ЕС и США, сказал немецкий левоцентрист Бернт Ланг. Мы разработаем систему рассмотрения споров между ними в государственных судах. Депутаты-правоцентристы видят взаимную выгоду в Трансатлантическом соглашении о торговле и инвестициях, но зеленые, представители крайне правых и крайне левых, считают, что оно противоречит интересам европейского потребителя и общества в целом. Мы хотели, чтобы эта резолюция была отвергнута из-за многочисленных рисков, сказал француз Еник Жадо. Она таит в себе опасность пищевым продуктам, окружающей среде, социальным правам, госслужбам и сотрудничеству. Создаваемая зона свободной торговли включит в себя 60% мировой экономики и 850 миллионов потребителей. Но многие европейцы видят в американских стандартах угрозу своему укладу и опасаются проникновения на свой рынок более дешевых, но менее качественных товаров.